22-летний водитель мопеда погиб при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге. Авария с летальным исходом произошла сегодня в 8.20 утра на Екатеринбургской объездной автодороге, рядом с пунктом техосмотра, имеющим адрес водительский проезд, дом 20. Водитель мопеда, скутер, 49 кубических сантиметров объем двигателя, двигаясь по данной объездной дороге, со стороны, уже как говорил Титова, в сторону Щербакова, допуская столкновение спереди, идущей по правому крайнему ряду, фурой автомобиля МАЗ. В результате данного ДТП водитель, к сожалению, погибает на месте данного дорожно-транспортного происшествия. Начальник ГОРГАИ уточняет, наезда фуры на скутериста не было. Под фуру водитель данного мопеда не попал, он ударился об заднюю левую часть, а точнее, об задний борт с левой стороны данной фуры. Водитель МАЗа накануне выехал из Нижней Туры с грузом строительного утеплителя. До места разгрузки, стройплощадки на улице Юлия Софутчика, ему оставалось доехать несколько километров. На объездной был довольно плотный поток машин, поэтому МАЗ двигался медленно. 20-30 километров максимум все шло. Он, видимо, сзади, может, между машинами шел, может, кто-то его толкнул или что-то, не знаю. То есть он под вашу машину залетел? Ну, не под нашу, он боком прошел, он даже не под машину-то не залетел. Он колесо еще пропорол, там видно даже. Он так бочком и ушел туда. Там, видимо, развернуло его, видимо, как-то ударился бочкой, может. После удара в заднее левое колесо длинномера рулевой скутера упал и лежа продолжил движение. Мы увидели, что он нас обогнал уже просто вообще, вот так лежа уже прокатило все. А, то есть он где-то сам ударился? Да, он вылетел уже, уже в ряду вот так летел уже просто туда. А так ничего никто не увидел. Понятно. А что после этого происходило? Ну, что мы сразу, то есть мужики спереди нас, кто в меня шел, они тоже остановились, давай его вытаскивать сразу. Оттащили, все, оттащили, его перевернули на бочок. Кровь у него шла, да, все чудо. Понятно. Дышал, все как бы так. По словам очевидцев, бригада скорой помощи, первая прибывшая на место аварии, пыталась реанимировать молодого человека. Делали ему массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. Когда на объездную прибыл второй экипаж реанимации, его сотрудники вынесли свой неутешительный вердикт. Полицейским предстоит выяснить, чем было вызвано столкновение скутера с попутным грузовиком. Сегодня в различных интернет-форумах появлялись заявления якобы очевидцев, видевших, что водителя мопеда толкнуло в сторону фуры некая рыжая иномарка. Другие очевидцы утверждали, что наоборот, скутерист чуть не угодил под колеса трех легковых машин, но никаких подтверждений этих версий не приводилось. Возможно, видеосвидетельство трагедии на объездной дороге еще появится. О погибшем известно, что в Екатеринбурге у него была временная прописка. Водительские права категории «Б» он получил три месяца назад, но управление скутером, согласно российским законам, водительских прав не требует. За рулем он был в шлеме, однако шлем с него слетел уже во время удара в карму МАЗа. Пользуясь случаем и фактом данного дорожно-транспортного происшествия, еще раз хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и соблюдение в обязательном порядке всех действующих правил дорожного движения.